Привет! Некий каминг-аут. Я скажу честно, я вот с видеороликов своих ничего не получаю вообще. Я как-то попытался монетизировать это вот с их программой, но там получались такие копейки, с такими большими сложностями, с таким большим количеством рекламы в моих роликах, что я даже не стал забирать эти деньги. Ну, копейки, реально копейки. Поэтому я не монетизирую никак. Видео, поэтому любые разговоры, что мы сейчас отпишемся, ну, честно говоря, мне все равно. Я скажу, почему я снимаю эти видео. Мне необходимо иногда выговориться. Я это знаю по себе, эту психологическую свою черту. Хорошо, когда приезжают гости, хорошо, когда бывают встречи. Раньше у меня каждый день было по встрече по две телефонные разговоры без перерыва. Сейчас нет, сейчас нет возможности такой. Поэтому, когда я чувствую, что нервы уже на пределе, я просто берусь, открываю вот камеру и начинаю какую-нибудь лекцию в эфир выкладывать. После лекции обычно какое-то расслабление происходит. Но, тем не менее, вопрос монетизации этих лекций, он периодически стоял. Я даже не ради денег, а уже один раз пытался сделать некую страничку на сайте, где выкладывал бы те запросы, которые мне шлют. На самом деле, смысл монетизации я вижу только в том, что мне шлют очень много запросов. Бывает в хороший день до 300 запросов. 300 запросов с какими-то непонятными вопросами, чаще всего, в которых, честно говоря, нет времени разбираться. Но телефон я вообще постараюсь держать выключенным, потому что, в противном случае, это будет куча звонков от менеджеров, которым дал руководство, дал задание разъяснить, раскопать вот эту вот ситуацию, вот эту вот схему. Поэтому, конечно, иногда бывает очень тяжело. Бывает, что 300 писем, из них часть людей уже пишут в WhatsApp, часть людей в мессенджеры, часть людей пытаются дозвониться. Им всем что-то надо, но надо им. Они не объясняют, почему надо это мне. Почему я обязан часами отвечать на их вопросы. Это к тому видео, которое было последним у меня, в прошлом последнем видео. Теперь о монетизации. Я уже сказал, что вот это вот вал запросов, и вообще говоря, вал контактов, его, конечно, можно монетизировать. Другое дело, что, в общем-то, это копейки. И работать над монетизацией, в общем-то, тоже надо много. Я открывал страничку на сайте у себя, страничка называлась «Запросы» или «Биржа», куда просто размещал все, что мне всыпалось. Я почти все размещал, за редким исключением того, чем я занимался сам. Но оказалось, что эта табличка, страничка в интернете приносит еще большую дополнительную нагрузку, потому что появляются люди, которые начинают мне писать, ну, тема письма, может быть, от того, что я вот ему звонил, а он меня типа послал. Я вот ему спрашиваю, уже две недели не могу получить ответ. Может, на них посодействовать, мне на них подавить. Ну, и заканчивая тем, что, Алексей, а вот мне нужен вот такой запрос и такой запрос, потому что вот в этом направлении мы сильны. Ну, и начинается к 100-300 письмам в день, добавляется еще 25 писем по поводу той странички, которой, я думал, облегчит мне жизнь. А теперь мысль, в общем-то, Андрей Горбулин дал мне хорошую идею. А что, если монетизировать немножечко в другом ключе? У меня есть сайт emelichev.ru, он не используется, он сейчас, по-моему, как зеркало моего главного сайта emelichev.fi, я даже не знаю, работает ли он или нет, но он за мной числится. На нем можно сделать все-таки страничку тех запросов, которые я получаю. Плюс туда делать рекламку тех предложений, которые я имею, плюс делать еще что-то и, например, сделать такой способ монетизации, потому что и сайт, и хостинг, и вообще введение этого направления требует времени и, соответственно, денег. Вести такое понятие, как платный доступ, ну, например, на 24 часа. Потому что любое предложение, любой запрос, они, в общем, как говорят, валидность, валидность, не знаю, как это слово произносится по-русски. У хорошего запроса время жизни – это сутки. Если вы в течение суток на него не ответили, то дальше, в общем-то, можно не отвечать. Поэтому делать на сайт платный доступ на сутки. Причем платно делать вообще за копейки, то есть там 50 рублей за доступ на сутки. Соответственно, выкладывать на этот сайт те запросы, выкладывать ту рекламу, которую меня периодически просят делать, размещать. Ну и вот, если это будет получаться какая-то небольшая сумма в месяц, есть смысл заниматься. Единственное, конечно, я сам заниматься бы не хотел бы. Я могу наполнять сайт информацией, но регистрацией, сбором денег в рублях, конечно, не в евро же и собирать, сбором денег, то есть общение с налоговой по этим деньгам, с российской. Я бы хотел кому-то доверить, чтобы этим не заниматься. Поэтому, если вы вот в таком ключе мыслите, сайт, предложение, реклама, предложение реальное от людей, с которыми я общаюсь, доступ платный на посуточные за копейки, модерация сайта минимальная, надо собирать деньги просто, выдавать пароли, и потом эти деньги каким-то образом через налоговую превращать в зарплату. Если такие люди есть, то why not? Я готов. Потому что по-другому монетизировать информацию, мне кажется, либо тускло, либо глупо. Не хочется подобляться вот тем инфо-цыганам, как называется их, и дурить людям мозги для того, чтобы зарабатывать с них деньги. Ну вот, в принципе, в двух словах, каминг-аут с моей стороны, берегите себя, до очень скорых встреч, пока.